Меня зовут Кучерявенко Ростислав. Кто-то знает, с кем-то познакомимся сейчас. Провожу я 70% времени своей жизни на рыбалке. Это касается флетфидерной ловли и классического карфишинга. Сегодня у нас ограниченное время. Мы поговорим о флетфидере, который в последнее время сумасшедшими темпами развивается. Обсудим такой вопрос. Я бы затронул подбор удилища и катушки, потому что многие боятся огромных катушек. Удилищ с большим тестом. Здравствуйте. И если кто был уже на Карповом семинаре, мы обсудили, как маркериться и искать точку ловли, то во флетфидере мы обсудим тактику ловли. Давайте начнем с того, что у нас в Украине связано с большими прудами востребованные удилища 4,20 длиной с большими тестами. Не стоит их бояться, потому что там многие думают, что это какие-то дрыны, но на самом деле с удилищем быстрого строя в такой длине, с большим тестом, единственный вариант, который сможет сделать нам сверхдальний заброс, который требуется на водоемах. Точно так же не бойтесь устанавливать на такие удилища, катушки размером от 8 тысяч. То есть хороший комплект, палка 4,20, входное кольцо 30, можно ставить вплоть до размера Ультегры 14 тысяч Пашимана. Не будет никаких перезахлестов, будет хороший вылет. И давайте затронем тактику ловли. Флетфидер, чем в принципе отличается от карфишинга? Это короткие сессии и флетфидерная кормушка, которая нам дает в 100% идеальную презентацию. У нас нет перезахлеста поводка, у нас нет каких-либо запутываний. И у нас намного больше мы можем экспериментировать с сыпучей смесью и с методным пелецом во флеткормушке. То есть можем делать комбинированные забивки. В этом есть преимущество, что рыба находит намного быстрее флеткормушку, чем стик. И объем корма у нас дается больше. Тактика ловли на флетфидер. Опять же, как я уже говорил прежде с семинара по карфишингу, выезжая на водоем, всегда старайтесь собрать какую-то информацию, чтобы понимать приблизительное поголовье рыбы, которую мы собираемся ловить. Потому что ловить рыбу там, где ее нет, это бессмысленно. Если мы посещаем популярные пруды небольшого размера, то флетфидерная ловля будет самой бюджетной. Потому что все, что нам понадобится, это там несколько видов поп-апов, от чего отталкиваюсь я. У меня есть, не у меня есть, это выработано со временем, есть три самых популярных цвета. Это оранжевый, розовый и желтый цвет, который используется при ловле на флет. Как правило, это 8-миллиметровые поп-апы, либо вавтерсы. То есть здесь даже не так играет роль вкуса, как просто цветовая гамма. Потому что карп на разных глубинах по-разному видит оттенки приманок. То есть если розовый цвет у нас может работать отлично в пасмурную погоду, когда выходит солнце, мы не добиваемся поклевки и ставишь желтый цвет, рыба клюет отлично на желтый. То есть это тоже поле для экспериментов. Тактика ловли на небольших прудах – это сугубо поисковая система. Я повторяю, что это получается самый бюджетный вид ловли. Вы приезжаете на водоем, у вас там пелец и сыпуха, и три баночки поп-апов. Тактика ловли – перезабрасывание в разные участки водоема. Если мы видим коряги, какие-то кусты, то всегда их можно пробросить с интервалом 20 минут и найти активную рыбу. А дальше уже в зависимости от продолжительности вашей сессии, просто-напросто решить делать вам точку, либо продолжать ловить поисковой системой. Способы прикармливания на флет – 90%, наверное, это спомп. В принципе, как и в карфишинге. Если мы хотим обозначить точку на ночь, то и в принципе много рыбалок начинается. У меня в частности, потому что даже если я еду на сутки, я все-таки закармливаю рыбу. Еще я у вас хотел бы спросить, у нас вопрос-ответ может быть такая тема. Можете подключаться, что у вас не получалось, и задавать мне встречный вопрос, а я буду на него отвечать. По кормам еще, что я хотел затронуть. Флетфидерные рыбалки не подразумевают там долгие сессии, и не стоит заморачиваться с крупной фракцией и большим количеством корма. Это, как правило, пелец некрупного диаметра. Ну, там можно во флет для сподмикса использовать не выше 6 мм. Потому что ловля быстрая, сигнал пищевой должен быть максимально быстрый. Точно так же вареный бойл мы практически не используем, только в ночное время суток, и более целесообразно будет использовать пылящие бойлы, которые дают намного быстрее пищевой сигнал. И добавляем, конечно же, конопля, тигровый орех дробленый, не целый, потому что сессия не длинная. По поводу монтажа, много вопросов возникает, не монтажа, а по поводу выбора кормушек. Много вопросов возникает, часто задаваемых, почему я не могу забросить далеко. Ну, во-первых, это удилища, о которых я сказал в начале. Длине, там, 14 футов с большим тестом. И самое главное, это подбор кормушки. Во-первых, во флетфидере, за счет того, что бланки более мягкие, чем в классическом карфишинге, у вас удилище намного сильнее сгашивает рывки рыбы. Поэтому не стоит бояться ставить 0,22-0,23 лески. Это не значит, что если заявленный тест на леске, там, 4 килограмма, то, что вы не вытянете рыбу, если у вас нет рядом коряк на фрикционе, там, весом и в 20 килограмм. Не бойтесь. Но при этом дальность заброса у вас будет больше, и при боковом ветре дуга у вас будет намного меньше. Будет комфортно ловить с таким комплектом, с такой леской. Ошибки, потому что там ставят 0,35 лески и не могут далеко бросать. По поводу кормушек, отталкивайтесь от теста. То есть, если удилище тестом, допустим, 180 грамм, то идеально подойдет кормушка, давайте я скажу, это элька по Престону. Знаете размер элька? Ну, то есть, это флет, там, 6 на 3. 6 сантиметров длиной, там, 3 шириной, 2,5 даже. Эти кормушки будут лететь лучше всего. Они имеют меньший размер. То есть, если вы видите там огромные кормушки, это не значит, что вы будете бросать их за горизонт. Огромная кормушка флетфидерная создана для того, чтобы подать в точку большее количество прикормки, либо вместить в ребра большую насадку. Все, больше ни в коем случае не задача лететь дальше. Максимально далеко будут лететь как раз вот эти кормушечки эльки. Дальше, по тесту. Если у вас тест удилища 180 грамм, идеально его будет вгружать кормушка 100 грамм по свинцу плюс корм. То есть, у вас будет порядка 130-140 грамм уже вместе с кормом кормушка. Точно так же отталкивайтесь от удилища, если 160, то есть запас 80 грамм берите. Это тот вес, который будет идеально прогружать удилище. И не бойтесь, удилище сверхбыстрого строя. Вопросы есть у кого-то какие-то? И у нас мы затронули тему перед этим ловля на элу. Люди не понимают, как ловить флетом на элистых участках, а водоемов достаточно много таких. Достаточно просто. Самое главное взять как раз здесь легкую кормушку большей плоскости. Это уже XL-ки. Они более широкие, за счет этого они так проваливаются. И вес кормушки достаточен 30 грамм. По-хорошему, удилищем 4,20, но можно работать даже с хорошей техникой заброса до 100 метров. Можно, но есть участки, есть водоемы именно и листы. У нас адреналин, например, там нет твердых участков. Там везде такое все дно мягкое. Для этого маленький 30 грамм берешь? Не маленький, наоборот, увеличенный. Увеличенный? Да. 30 грамм достаточно. Она не проваливается. И после заброса не надо делать вот этих движений, которые совершает 90% рыбаков. Заброс, сразу закрыли скобу, поставили, вот так вот протянули. Кормушка автоматически у вас ушла подыл, из-за того, что вы ее тянете по дну. Уже провалилась. То есть это заброс, если это с клипсой, плавно положили удилище, поставили на ротпод, левой рукой или правой, как вам удобно, аккуратно подтягиваете леску, другой рукой подкручиваете катушку. То есть, ну, это очень много зависит от того, чтобы презентация была идеальной. Нет, длина поводка тыла не будет зависеть, потому что мы делаем презентацию какую? Мы укладываем насадку в топтушку, засыпаем. То есть она в любом случае, если там сразу провалится. Но для этого мы используем легкие кормушки, и у вас все будет на поверхности. Можете применять при лимовле на флэтфидер, вот такие вот мощники фидерные, с большим датом? Конечно, конечно. Флэтфидер с легкой кормушкой. Ну, смотрите, у вас, если кормушка 30 грамм XL, то это приблизительно еще туда 40 грамм корма помещается. У вас уже кормушка будет весить 70 грамм. А 70 грамм на 0,22 леске с удилищем 4,20, пускай даже 180 грамм тестом, можно засылать до 100 метров. То есть, вот у меня 90% рыбалок, это 4,20 до 180 грамм. Флэперы и блэкпулы. Удилища. Если там ловля карася, вот на водохранилище мы выезжали, я беру там торусы 3,6 до 150 грамм, хотя, кажется, достаточно жесткая палка, но на карасях 600 грамм, одно удовольствие на ней работать. Она и включается на рыбе, и можно работать с очень тонкими лесками. Единственное, что, конечно же, шок-лидер. Шок-лидер я на видео для дальних забросов объяснял, я подбираю в ЛБ. Если там дальние, сверхдальние забросы силовые и кормушка 100 грамм, то шок-лидер разрывной нагрузкой 35-38 либров. У каждого производителя этот диаметр может расходиться. Плетенки. То есть, у одного это будет 0,22 плетенка, у другого там 0,3. Ну, 38 либров разрывная нагрузка где-то 16 килограмм. 16-15 килограмм. Не меньше. Да, потому что, когда мы вкладываемся, то леска любая не выдержит. Для максимально дальних забросов, во-первых, у вас свист на удилище должен быть около полутора метра, и шок-лидера хватает буквально 3-4 витка на катушке. Чем меньше витков шок-лидера на катушке у нас будет, тем более дальний вылет вы сможете сделать. Узел, который используем, это морковка. Вы используете кораблики для завоза? Не, кораблики я не использую для завоза, чисто с той причины, потому что мне нужно участвовать в соревнованиях, а мне они ничего не дадут. Кораблики. Мне лучше нарабатывать точность с помбом и точность забрасывания удилищ. Корабликами, ну, если у вас это любительская ловля, пожалуйста. Тут с корабликом даже легче. Это всегда точечное кормление. Вообще идеальный вариант. Если просто там выехать на водоем и получить удовольствие. Поп-апы, смотрите, да, тут больше влияет цвет. Я в последнее время уже не заморачиваюсь. Если там, когда начинал рыбалку, я боюсь представить, какое количество у меня бойлов собралось, разных фирм, которые я пробовал. Сейчас можно просто вот так вот взять розовый цвет. Отлично. Все. Там дамбл взял. Я знаю, что, допустим, дамбл ставит у меня вот этот четвертый номер крючка, нажала. То есть я беру половинку дамблса, отрезаю, ставлю его на восьмой крючок и у меня уже идеальная презентация. Крючок нажали, розовый дамблс. И если мне нужно сделать нейтральную насадку, допустим, в ночь, я беру половину 12-миллиметрового бойла и к нему сажу одну больше половинки поп-апа. То есть получается поп-ап вместе с насадкой плавает вверху, крючок лежит на дне. То есть приподняты. Такие. Вообще насадки, да, старайтесь использовать донные. По крупной рыбе, разве что в классическом карфишинге, тогда донные используются. Силиконовую кукурузу не забывайте. Это, блин, одна из лучших насадок для ловли Амура, для ловли Карпа. Просто. Не, одиночная кукуруза силиконовая и все. Она восьмой крючок как раз нажало ставит. Если это наша Карпрошная или Интерпрайз, она одинаковой плавучести. Она ставит восьмой крючок. У нас флетфидерная ловля что подразумевает? Она подразумевает ловлю на некрупные насадки изначально. То есть у нас самая главная задача, это идеальная презентация того, что нет в карфишинге. Потому что стик там полетел, перевернулся так, приземлился прямо на крючок, приводнился, когда упал. А флет лежит, корм в середине насадки. То есть у нас не будет ни перезахлёстов, ни запутываний, ничего. Поэтому мы можем использовать 10-лбовые поводочные материалы, очень мягкие, с помощью каких крючок будет разворачиваться во рту рыбы намного лучше, чем в классике. Потому что в классике, допустим, если мы будем ловить на 10-й крючок, у нас будет сходом немерено. А во флетфидере, наоборот, с коротким поводком засечка будет намного лучше. И там были ситуации, когда на 10-е крючки ловили больших амуров. И всё отлично. Не сходило. Форма крючка... Форма крючка... Форма крючка, да. Это классический вайтгейб. Давайте я нарисую. Это классический вайтгейб с ушком. Потому что есть курвшенки. Это уже всё курвшенки, лонгшенки. И это используется в классическом карфишинге. Форма крэнк также отлично подойдёт крючка. Круглый крючок, если у вас проблема с реализацией, у вас есть незасечки какие-то. Часто просто стоит поменять форму крючка. Вот особенность вязки курвшенка. Нам не нужна никакая сюда силиконовая трубочка. Потому что поводок проверяйте на руке. Если мы добавляем на крэнк силиконовую трубочку, он просто-напросто начинает не разворачиваться. А так, сделав 10-7 оборотов и один оборот назад, у нас получается большой угол атаки. И здесь приманка. Крючок влетает 90% случаев в нижнюю губу. Хотя, если неправильно что-то связали, он будет сечь хаотично. Да. Идеально это нижняя губа. Курвшенки можно использовать, но флэтфидер у нас маленький крючок из-за кормушки и насадки. А у курвшенка большое плечо вот это изогнутое. И чем меньше крючок, тем больше... Вот такой курвшенк, да, у нас крючок. Я его нарисую. Вот он прям сюда заходит. Зачем у нас цевьё выходит прям на жало? То есть, это максимальный угол атаки у крючка. Разворачивается он классно. Но чем меньше размер крючка, тем меньше вот это плечо. И когда мы тянем рыбу, нагрузка настолько большая, что крючок просто-напросто выворачивается. Если вы замечали, ловили на курвшенке, даже двойная просечка бывает. Крючок разворачивается у рыбы, засекает его как-то под низ. Там разворачивает губу очень сильно. И для флэтфидера по холодной воде самый идеальный крючок, который есть, это Микса Кордовская. Это самый лёгкий крючок. Он тоже классический вайтгейб с укороченным цевьём. У него... Сейчас я вам вот так нарисую. Вот такая форма. То есть он короткий, маленький, лёгкий. За счёт этого его можно использовать на очень маленьких насадках. И облетает хорошо рыбе. Даже там самой по себе. А добавлять какой-то активатор клёва нужно? Ну, активаторы клёва, это громко названо. Активатор клёва у нас является в принципе весь сподмикс, наша прикормка и ликвид. Ликвиды подвязываются с пелецом. Классно. Опять же, SQ13, который использую. Просто не на 15 секунд его в воду. Как делается пелец? Мы берём ёмкость, высыпаем пелец, заливаем до 15 секунд, сливаем воду. Всё, 5-7 минут он постоял, он готов. Просто помешивайте. Если вы хотите сделать его с ликвидом, точно так же, только на 10 секунд его залили водой, вытянули, он постоял минут 10, подсох, и потом просто ликвидом сверху небольшим количеством и перемешали. Всё, пелец взял с себя ликвид и будет отлично его отдавать. Но нужен он? Ликвид я считаю, что нужен, потому что это намного мощнее пищевой сигнал. А конопляное масло? Конопляное масло – хорошая штука в холодной воде. Можно использовать летом. Я как бы ним пользуюсь. Я больше в холодной воде лососевое масло использую, потому что это единственное масло, которое растворяется в холодной воде. Очень хорошо. Конопляное масло даже хуже растворяется. Во всяком случае, что вам даёт масло в сподмиксе или во флетфидере? Когда у вас кормушка попадает на дно, у вас начинают отделяться вот эти масляные пятна. Они поднимаются и с толщи воды вы можете собрать рыбу с толщи воды и опустить на дно. Вот это преимущество масел. А так, большую роль играет сподмикс и опять же точность. Точность кормления. Если у вас всё хорошо с забросом, с определением точки ловли, то никаких проблем не будет. Да, поисковый метод холодная вода, ранняя весна. Что-что? Поисковая система... Да, да, да. Поисковая система ловли подразумевает забросы, но не дольше 40 минут выдерживая. А температура воды не играет? Играет температура воды. Естественно, чем теплее вода, тем быстрее у нас раздаются все запахи на дне. Весной ранней, ну, меня там было, что я карпа ловил, когда температура воды 7 градусов была. Там приходилось выдерживать из-за работы механики корма. Вот всегда, когда приезжаете на водоём, сделали корм, бросьте его просто в ведро. Хотя бы посмотрите, сколько минут он у вас начинает работать. Да, и что у вас происходит там на дне. Потому что я уже на видео объяснял, как люди замешивают корм. Для меня это был трэш. Там мы сидим на водоёме, на флетфидер клюёт, ну, рыба чуть ли не в заброс. Человек рядом сидит, глазами такими смотрит и ничего не понимает. И там через 2 часа достаёт. Я подхожу, а он так переувлажнил корм, залепил насадку и человеку доказываешь, ну, вот попала флет-кормушка на дно, там только час, в лучшем случае, насадка освободится с корма. О какой поклёвке может идти речь? Если правильная работа корма, ну, упала, приводнилась кормушка в течение 2 минут, уже насадка должна отсоединиться у вас от флет-кормушки, от корма и быть сверху, чтобы рыба подплыла и сразу её забрала. Ни в коем случае не перевлажняйте методные смеси, особенно на рыбной муке. Всегда используйте сито, это то, что может вам спасти ситуацию. если появляются комки какие-то, вы просто через сито пропустили, перебили и всё. А вообще, последнее время, не знаю, я сыпухи уже забыл, когда я брал на рыбалку. Это только на карася, а на карпа пелец вот этот заменяет. Как при поисковой системе ловли, точно так же при закорме обильного кормового пятна. Вот так. А вы то и то закармливаете и саму? Нет, закармливаю более крупной фракцией. Закорм на флетфидер, как правило, это варёная конопля, пелец размером 4-6 миллиметров, дроблёный тигровый орех, бойл, как я уже говорил, только в ночь. А зерновые? Зерновые, ну смотрите, зерновые есть смысл использовать обильно при ловле амура. Амур, в принципе, такая рыба, которая, ну как доказано ихтеологами, которая может съесть 120% от своего веса за сутки. То есть амур на десятку может там съесть за день 12 килограмм. Просто он это всё быстро перерабатывает. И он всё время питается. Амур это та рыба, на которую не влияет жара. Он будет отлично клевать в погоду плюс 40 с ярким солнцем, если карп будет в коматозе. Для него наоборот это стимулирует ему питание. Он лучше всего растёт в этот период. И зерновые я использую в большом количестве только при ловле белого амура. А при ловле карпа это тигровый орех, пелец, небольшое количество консервированной кукурузы. Смотрите, что ещё с зерновыми происходит. У вас есть кормовой стол. То, что я хочу сказать о корме очень важно. Старайтесь сделать нейтральный цвет вашего сподмикса. Если вы добавляете зерновые, у вас куча ярких частиц. Естественно, рыба будет намного дольше находить вашу насадку, даже если у вас лежит флэт с кормом. А так на общем фоне у вас тёмное дно, тёмный корм. Не считая тигрового ореха, половинок. Рыба намного лучше будет замечать все яркие частицы. А если это ловля карпов до 5 килограмм, которые как ребёнок всё тянут в рот, грубо говоря, все яркие частицы. То есть у вас будет отличная насадка выделяться. Тот же поп-ап. Поэтому стараюсь для карпа много зерновых не использовать. Хотя есть пруды такие, особенно полудикие, назовём их так, когда там зарыбление произошло, когда-то рыбу кормили этими зерновыми, и там нету спортивного какого-то прессинга, либо просто рыболов, которые регулярно применяют пелец, бойлы. Там рыба действительно бывает хорошо реагирует только на зерновые. В таких случаях тигровый орех это то, что работает везде. Тигровый орех это, если кто-то не знает, это корень асаки, которая растёт возле водоёмов. Ну, чуфа её называют. То, как раз вороб рыба. Да, рыба её как бы знает, и на водохранилищах, на диких, на больших водоёмах тигровый орех работает. Точно так же, как мы выехали ловить карася, и я там набрал с собой сепучих прикормок, набрал живых компонентов, набрал пелицы разные, там вначале живым компонентом, потом стало интересно, будет ли он реагировать на пелец, я забрасываю на пелец, сразу размер рыбы реально крупнее, поклёвки реже, но размер рыбы крупнее, и плюс это в плане эксперимента очень интересно. Вот такие главные ошибки, которые делают рыболовы. Вот этот винегрет яркий, разноцветный, когда смешивают пелицы разных цветов, делают радугу какую-то, то есть можно смешивать, но нужно отдавать отчёт, зачем вы это делаете, то есть не надо покупать 5 видов ликвида и по чуть-чуть каждого ликвида наливать в корм. Если делаете кормовую программу, то сделайте её, если это рыбный корм, сделайте её со специями либо с рыбой, с запахом. Если это сладкий корм, делайте тогда его под ловлю амура, вообще идеально работают сладкие прикормки. Добавляйте много зеленовых смесей, это сколько в процентном соотношении? Для амура? Ну, или для амура, например. Ну, с цепуху на амура это только если закон происходит с помощью парашюта, когда мы шарами кормим, а так в основном с помбом закармливаю. Если амур становится на точку, но давайте от чего-то отталкиваться, хотя бы от какой-то плотности на водоеме. Вообще, если амур заходит на точку, он не один. Ест он очень много, и это рыбу вытянули, пять помбов бросили, рыбу вытянули, пять помбов бросили. На амура постоянный докорм очень хорошо работает. На карпа, если вы делаете обильный закорм, там нужно смотреть, отслеживать, старайтесь всегда отслеживать тенденцию поклевок ваших. Потому что если у вас происходят поклевки каждые 20 минут, это говорит о том, что у вас на свиме находится большое количество рыбы, потому что каждая поклевка это какая-то пятая, десятая рыба, которая заходит к вам в кормовое пятно. Естественно, в этом пару рыб поймали, десяток рыб прошел. Десяток карпов весом 5 килограмм съест спокойно, даже если по 500 грамм на карп, 5 килограмм корма. То есть нужно постоянно рыбу докармливать и удерживать. Если соседи будут рядом с вами это делать, то вы будете видеть, как они ловят. То есть зерновые. могут испортиться. Горох самая большая проблема. Он может прокиснуть в воде, если лето, жара, 25-28 градусов, вода уже будет такая, он может прокиснуть в течение 6 часов в такой воде. И можно убить точку. Кукуруза, как правило, она попадает, и она сначала прокисает, а потом через некоторое время ферментируется. А горох наоборот он гниет. То есть вот такое получается. Вообще зерновыми точку убить очень легко. Это самый простой эксперимент. Берете хорошую кормовую программу, ловите, 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 там три десятка спомбов зерновых бросьте, если у вас нету амура в водоеме, посмотрите, как карп выключится сразу. Зерновыми они. Я последние два года только амур зерновые. Коноплю, да. Конопля это тот, те зерновые, те семена, которыми вы никогда не насыстите рыбу. Вы их можете сыпать, если рыба хорошо реагирует на спомб, ее можно сыпать постоянно. хоть устелить весь участок, рыба будет их выбирать, она когда питается, разносит, это мелкие частицы, точно так же, как мелкий пелец. Зачем мы используем мелкий пелец под микси? Это большое количество частиц пищевых, которые ложатся не только на большую площадь, их просто больше находится, и мы задерживаем рыбу дольше. Вот весь смысл мелкого корма. А когда человек пытается 21 пелец таким укрупнить рыбу, и на короткой сессии этого не получится. Плюс ликвиды, о которых зашла речь, это пищевой сигнал, который быстрее ставит рыбу на точку, и которые можно добавлять объемно именно в корм, который мы забиваем во флэк. Чтобы он выделялся возле основного кормового пятна очень хорошо. Плюс сейчас идут очень много флюороцесцентных добавок. Это тоже на мура классная штука. Он реагирует на вот эту дымку. Поп-апы флюороцесцентные идут, кукуруза флюороцесцентная насадочная. То есть это такое поле экспериментов постоянных. ликвид добавляют непосредственно перед забросом или заблаговляют за сутки. Смотрите как делать насыщать все ликвидом. У вас еще я не сказал, если мы кормим, мы не делаем винегрет. Лучше если у вас есть тигровый орех, конопля, пелице, бойл. Кормите с подом, но кормите все отдельно. Не надо все смешивать. Если вы подвязываете под ликвид, то вы добавляете лучше всего разбавить немного с водой ликвид, залить пелец один раз, перемешать, он постоит, у него начнет разрушаться верхняя оболочка. можно на рыбалке, пока вы раскладываетесь за час, за 40 минут. Когда у вас распадается верхняя оболочка на пелец, в сподмиксе, это снова намного быстрее пищевой сигнал. То есть учитывайте это. С водой разбавляйте одно увлажнение, второе, можно даже третье. Самое главное не превратить в кашу. И потом этот же ликвид добавлять в коноплю и в тигровый орех. Задача и смысл этого, зачем мы это делаем, потому что если кто-то у вас рядом в секторе стоит со своей программой, вам нужно единственный способ, скажем так, перетянуть рыбу. Да, есть там какие-то спортивные уловки перекрыть, там еще что-то сделать, но вот такие вот способы лучше всего. И плюс с высоко аттрактивным кормом хорошо заниматься поисковой системой. А если это илистый водоем, то у вас корм должен быть максимально аттрактивный. То есть если там написана дозировка 30 миллиграмм, если это какие-то экстракты, допустим, натуральные, нет ограничения по добавлению. Разрешите вопрос. Если конец географии, водоем, где рыба кроме махуки вообще ничего не видно, нельзя ли ее современными яркими ароматами отпугнуть от точки? На таких водоемах если ну давайте начнем с того, что во-первых, кроме эксперимента мы это не проверим никак. Во-первых, на диких водоемах, на маленьких мы можем отпугнуть рыбу с помпом. Поэтому закормы на дикарях у нас сейчас есть в планах на большом водохранилище снять фильм как раз по ловле амура, но там в любом случае будет производиться закорм с лодки. потому что с помпом да, да, к шуму можно просто отпугивать рыбу. Таким образом нужно экспериментировать. Если многие думают, что рыба реагирует только на макуху, только на горох, только на кукурузу, но с таким же успехом приезжают спортсмены и начинают отлично ловить на специализированную прикормку. А потом оказывается все наоборот. Ну, во-первых, карась нужно отталкиваться от этого. Это самая нестабильная рыба и там принцип чуть другой. Убийцу карася там залепили, забросили, пока она начинает работать, если все сделать правильно с флетом, для ловли карася. У нас просто уже ограничено время. Да, есть еще? Отлично. Если есть время и желание, посмотрите видео, я использовал микрофлеты. Заметно, что если именно целенаправленно ловить карася, он реагирует хорошо на меньший объем корм. И вот когда человек сидит с убийцей карася, которая залеплена какой-то мастыркой, забросив, она лежит на дне, не работает, то с микрофлетами темп ловли у вас намного больше. И рыба становится... Так вам же никто не запрещает использовать червяк. то есть, какой-то натюр приложить из упаков что-то лучше всего использовать, возьмите, сделайте волосяную насадку, там, пускай это будет 14-й крючок, и оденьте на волос пенопласт. Карась его тоже будет подбирать, сделайте короткий поводок. Это ловля сейчас очень популярна на Днепре. Он просто подходит к корму, и вместе с кормом даже не обязательно, что его заинтересует этот пенопласт, цвет, он его всасывает. Да, он и влетает ему. Крючки любые можно. Есть он, Коля Солодовник Лагуна, удивительный водоем, где приходится ловить на 16-й крючок, ну, как бы на флет с волосом, на 0,14-й леске. Ну, вот ранней весной там такая ловля. Карась, лещ, карп, белый амур. Запахи имеют значение. Запахи в холодное время года двоякая ситуация. У вас как можете отпугнуть рыбу, а можете наоборот использовать корм до такой степени концентрированный из-за того, что запах не распространяется так быстро, как летом. И наоборот, у рыбы это раздражает рецепторы, и она реагирует на корм еще лучше. То есть, нету одинаковых рыбалок, есть постоянные эксперименты. И с помощью большего количества проведенного времени на рыбалки, естественно, что-то быстрее находишь. Ну вот, я вам сейчас даю какие-то базовые советы, то, с чего начать рыбалку, как проэкспериментировать. Допустим, кто ловил винегретом вот этим, попробуйте однотонный корм сделать, вы увидите большую разницу, как рыба становится и как увеличивается частота поклевок. Потому что многие там всю жизнь используют яркие, как россияне, допустим, там у них специфика водоема, у них больше мелкой рыбы и малокрупной, они там все цвета радуги используют, а у нас, допустим, если сделать такой сподмикс, дай бог, если амур приплывет голодный, будет его есть, с карпами не прокатит сильно. То есть вот такое базовое напутствие я вам сейчас смогу дать. Есть вопросы еще какие-то у вас? Акриль, кальмар, все, что на рыбной муке, на крилевой муке, это рыбные прикормки, они работают очень хорошо по крупной рыбе больше. То есть если мы целимся на крупную рыбу, лучше использовать с яркими рыбными запахами, с крилем, корма таких нейтральных цветов, даже бойлы были, они там стоят, они тоже темного цвета. Яркие цвета могут отпугивать крупную рыбу на кормовом пятне. А мелкого карпа это наоборот привлекает. Вот так. Но лучше на леску ловить, да, как карпа? Карпа в любом случае на леску ловить. Да, это только там, если какие-то сумасшедшие дистанции в завоз, там люди ловят на шнуры, а так леска. Леска вам будет прощать ваши ошибки на вываживании, где-то перетянутый фрикцион, и когда рыба делает рывки, у вас есть растяжение. И плюс на подсечке тоже вы не будете там резать губы, крючками. кормить шнуром? Кормить лучше шнуром, на леске, конечно, вылет лучше на споде, но большая погрешность, вы не сможете делать четкий кормовой стол. А с помощью, ну, я переходил на леске, мне казалось очень удобно, то, что узел шок-лидера проходит намного легче через кольца, нету жесткого удара в клипсу, но рыбалки были хуже по количеству поклевок, потому что я размазываю кормовой стол. А так, более точное кормление, как я уже объяснял, с меткой на леске, обязательно, чтобы вы понимали, на какой дистанции у вас находится ваша снасть от кормового пятна. И не забывайте про растяжение лески, это очень важно. У вас просто есть еще? Спасибо вам большое приходите.